50, а то и 60 процентов это безусловно уход за кожей. Но дегрозивная косметика, она занимает достаточно прочную позицию. И здесь мы тоже будем радовать вас потрясающими, потрясающими совершенно вещами. Увлажняющая губная помада, помада CC. Увлажнение цвет. При нанесении этой помады в течение 8 часов губы будут быть влажными и набухшими. Там инкапсулированная гиалуроновая кислота. И фактически, губа, которая внедрена в структуру красителя, при нанесении на губы эта самая гиалуроновая кислота будет постепенно раскрываться и удерживать влагу. Следующее. При этом губы будут казаться влажными и блестящими. Это для тех, кто любит, когда губы сочные и насыщенные. Но, естественно, мы не могли обойти тренд. Это полуматовая губная помада, бархатный сезон. Здесь главная история заключается в том, что она очень насыщена питательными маслами. И при нанесении на кожу питательные масла, еще помимо придания ей этого обволакивающего гладкого тона, они приводят к тому, что губы выглядят сатиново, но еще и, питая кожу, заживляют микротрещины и фактически способствуют восстановлению структуры кожи. Очень хорошо помада заполняет все вот эти продольные морщинки в губах и никогда не скатывается, потому что насыщенная маслами, она мягко и трепетно обволакивает кожу губ, практически насыщая ее не только цветом, но еще и питательными маслами. Следующая группа новинок, помимо серии Skyline, это уход за глазами. Прежде всего, это наш разнообразный макияж глаз поможет цветная тушь. Но все, кто наступает лето, лето требует ярких одежд и к тому же ярких глаз. Иногда можно и позволить себе, помимо незменного черного, который будет выглядеть 24 часа, обеспечивать панорамный эффект туши на глазах, я не знаю, зачем можно 24 часа тушь на глазах, но важно, что это панорамный эффект. Вы видите вот эта вот замечательная треугольная кисточка? Ее вот эта уникальная форма кисточки позволяет прокрасить каждую самую тонкую ресничку, при этом расчесать ресницы и распределить тушь практически по всему объему. Здесь очень важна кисточка. Я такую кисточку сейчас увидела только у Chanel и видела ее у Guerlain. Больше таких кисточек практически ни у кого нет. Но и далее, далее, цветная тушь, искусство объема, цветная тушь, которую почему-то попросил наш фэйшн подразделение под наши новые тренды одежды и цвета. Цветная фиолетовая, цветная зеленая, но достаточно красивые цвета. Здесь единственное, о чем мы должны помнить. Зеленая тушь никогда не наносится на воспаленные, уставшие глаза, потому что она подчеркнет их красноту и усталость. Фиолетовая тушь всегда будет смотреться хорошо на каре в глазах и очень, не очень внятно на зеленых. Но голубые глаза будут казаться более зелеными на фоне фиолетовой туши. Помните, в зависимости от того, что такой эффект вы хотите получить. Коричневая, еще повторяю, зеленая тушь, это никогда не наносите на уставшие глаза. Но при этом, еще повторяю, фиолетовая тушь, ваши голубые глаза, сероватая, сделает более зелеными. Поэтому, если вы надели зеленое платье, нанесите фиолетовую тушь. Это тоже будет довольно занимательно. И экспериментируйте. Я думаю, что это будет очень красиво. Но еще в линии Skyline появляются для завершения вообще визуального образа совершенно уникальные шарики. Жемчужная пудра, жемчужные росы, пудра в шариках. Самого светлого, жемчужного оттенка, позволяющего носить его как хайлайтер. Натурального розоватого цвета, который будет придавать вашей коже дополнительное сияние, поглощать серый цвет и делать кожу более свежей и стирать следы усталости. Кроме этого, еще и более загорелый вид будет придавать третий объем пудры в шариках. Это как раз очень актуально сейчас, когда вы все поедете на курорты и будете подставлять ваши лица солнцу, и лицо будет приметать золотистый оттенок загара. Собственно, вот это разнообразие позволит вам моделировать овал лица, используя несколько оттенков в одном макияже. Фактически, шарики пудровые, модную тенденцию когда-то вел Герлен, и надо сказать, что мы ему не уступаем по интенсивности цветов. Ну а румяна, которая вам позволит чертить ваши скулы и делать их более выразительные, более розовые и более персиковые оттенки, тоже достаточно хороши. Здесь вы должны выбрать румяна согласно тону вашего лица. Чем более светлая кожа, и для плантинок кожу дадут розовые оттенки, для дам, у кого калии глаза и более смуглая кожа, уже персиковые. Ну а далее лак. Лак для ногтей. В общем-то, руки для женщины – это ее лицо по факту. Поэтому, поскольку руки выдают не только возраст, но ухоженные руки в любом возрасте они тоже важны. Лак для ногтей, который для французского маникюра, здесь единственное, конечно, нужно изловчиться, правильно его нанести. Все остальное будет тогда идеально. Фактически, вот этот французский маникюр – это всегда визитная карточка дам высшего света, поэтому, когда вы не знаете, какой сделать маникюр, делайте всегда французский. Лак для ногтей со спецэффектом. А вот это уже летняя серия. Потрясающие, яркие, сияющие оттенки, которые люминисцируют и сияют лучи от солнца. С теми цветами радуги. Потрясающий эффект матовой фориги на ногтях. Смотрится просто идеально. Лак для ногтей со спецэффектом. Вот действительно, как будто вы нанесли кусочки фориги разнообразного цвета. Ногти просто шокирующие, сияющие. Потрясающе красиво. Ну а дальше наши бьюти-боксы, которые мы используем регулярно, теперь могу вам сказать, что они немножечко отличаются. Мы переработали текстуры теней. Они стали значительно более легко наноситься и дольше держаться. Это я вам сразу говорю. Кроме всего прочего, это 4 сатиновых и 2 матовых оттенка, которые вы теперь можете и применять везде и всегда. И хайлайтеры. Хайлайтеры, которые тоже в 3 оттенках, но вот в этом вот замечательном стике, которые позволяют моделировать обвал лица и делать его более объемным. А иногда даже скрывают такие дефекты, которые не стоят за ни одним макияжем. Да, хайлайтером нужно учиться пользоваться, но есть четкая совершенно схема нанесения хайлайтера. То есть смотрите прямо на себя в зеркало. Это точка между бровями, которая наносится практически к линии волос и немножко распределяется, фокусирует буквально уровень третьего глаза. Это по носу. Здесь длина этой линии будет зависеть от длины вашего носа. Точнее, хотите его сделать подлиннее, наносите до кончика. Хотите, чтобы он визуально выглядел короче, только спинка носа, и дальше вы не распределяете. Потом скулы, в общем-то, не зирая на то, что есть румяна, чуть-чуть хайлайтера придаст яркость вашему макияжу, сделает скулы чуть более объемными, такой легкий эффект филера, что придаст вашему лицу немножечко форму В, сделая акцент на щеках. Кроме этого, хайлайтер наносит еще на зону подбородка, тогда это усилит визуализацию эффекта В, сделает лицо более вытянутым. Поэтому вот эти точки сияния для хайлайтера не забывайте использовать. И во всем, правда, нужна мера. Если это вечерний макияж, здесь можно не ограничить себя во всем, но даже днем в офисе хайлайтер абсолютно уместен. Далее, тональный крем-коллектор в стике. Это тоже одна из новых форм, которые мы вам будем готовы уже предложить. Я не помню, в каком он каталоге, в тринадцатом, да. И иногда таскать с собой тональный крем никогда неудобно. Это наносить его поверх уже нанесенного макияжа некорректно. Он может неправильно лечь. Но вот такой стик поможет вам исправить дефекты макияжа в течение дня. Нанося его точечно в зону вокруг глаз, нанося его на крюлья носа, корректируя им отдельные участки, там, где, в общем-то, уже скатался тональный крем, можно действительно получить потрясающий эффект макияжа в течение всего дня. Особенно вечером вам нужно куда-то идти, чтобы подкорректировать форму вашего лица. Стиль здесь будет очень уместен. Ну, а дальше подводка для глаз. Я очень понимаю, почему и белым цветом все это делают. Итак, подводка для глаз двух цветов. Голубая и коричневая в этой серии в бьюти-боксе. И помада для губ «Питание и блеск». Фактически в одном бьюти-боксе вы можете получить все абсолютные удовольствия, максимально разнообразив вашу косметичку, вашу и ваших клиентов, ваших... Я путаюсь в понятиях, да. Ваших клиентов. Ну и далее, уже поближе, в 12-м каталоге вас ждут еще новинки. Прежде всего, это карандаш для бровей. Причем карандаш, который позволит вам сделать идеальный штрих, так называемый дымчатый серый. Надо сказать, что с бровями сейчас вообще происходит такая отдельная история. Брови татуируют, красят в разные цвета, даже в зеленый. Тут ко мне пришла на семинар барышня-косметолог с зелеными бровями, синими губами. Ну хорошо, с рыжими волосами. Но мне ходят пациенты. Поэтому вот этот дымчатый серый, это абсолютно нейтральный оттенок. Он подойдет практически всем. И плодинкам, и брюнеткам, и шатеркам. В зависимости от интенсивности штриха вы можете получить глубину цвета. Поэтому это универсальный карандаш, который позволит подправить форму бровей и так далее. И лаки. Лаки для ногтей. Это так называемые гелевые лаки, которые не нуждаются в сушке, в специальной лампе. Кто из вас делает шелак или гель наносит на ногти? Я не знаю, как вас, у меня эта процедура бесит. Потому что часть времени, которое я должна затратить, сидеть, наносить по слою и все это, у меня нет этого времени. Поэтому меня это ужасно раздражает. Я всегда жду вообще уже крайнего случая, когда нужно пойти уже наконец сделать новый маникюр. Вот эти лаки, которые Фаберлик сделал совместно в компании International Liqueur, это Luxemburg. Они позволяют вам фактически получить тот же эффект гелевого лака, но без сушки в лампе. То есть стойкость его и фактически внешний вид, они выглядят абсолютно как гель, нанесенный на ногти. Кроме всего, разнообразная палитра, она тоже позволяет вам получить нужный цвет, нужному наряду от ежедневных бежевых оттенков до причащих красных из утрамодных бордовых, зеленых и так далее. Фактически, его достаточно сложно смывать, здесь есть один маленький нюанс. Поэтому сделайте, как это делают в маникюрном салоне. Смачивайте тампончики, наматывайте их на ногти, ждите минут пять, а после этого счищайте потихонечку палочкой. Это будет лучше. Мы здесь закончили? Давайте все омуты тогда, да? Мы говорим о тактике и стратегии ухода за кожей. Все, что я обещала до этого, это безусловные новинки, это какие-то нюансы, которые дополняют все остальное. Но если вы не понимаете главного, то бессмысленно пользоваться всем остальным. Поэтому оставшуюся часть времени, у нас сегодня времени достаточно много, мы с вами будем обсуждать уже тактику и стратегию ухода за кожей. Фактически такая школа юного косметолога, которую мы сегодня готовы с вами будем пройти от начала до конца. Вернее, я постараюсь вам объяснить и рассказать маленькие нюансы, которые вы должны понимать. Мы, безусловно, не косметологи, но вы каждый день ухаживаете за кожей. И в сущности эти правила, тактики и стратегии за кожей никто не отменял. Мы с вами всегда следуем законам. И вот, собственно, об этих законах мы сегодня с вами поговорим. Но пока мы не перешли к законам, до правил хода за кожей, я все же хочу вам рассказать, напомнить про кислород. Изначально про кислород. С чего мы с вами вообще начали жить и работать в нашей замечательной компании. Итак, нам действительно очень повезло. 90-20 лет назад нам достался уникальный патент. Патент, который разрабатывался еще при Советском Союзе и был посвящен совсем другим историям. Никак не связанным с эстетической медициной, с косметологией. И вообще не имел ни малейшего отношения к тому, что мы с вами имеем сейчас в виде кислородной косметики. Надо сказать, что этот термин кислородная косметика принадлежит нам, Фаберлико. И после этого, после этого появилась куча компаний, которые изначально стали использовать его. И более того, я сейчас на выставке Интершар подходила к нескольким компаниям. Написано крупными буквами «Кислородная косметика». Стоят корейцы. Спрашиваю, а где у вас кислородная косметика? Показывают мне на аппарат. Вот здесь кислород, а вот здесь косметика. Берем косметику, мажем, подносим к аппарату и получаем кислородную косметику. Личная штука. Но изначально это все так. И вообще зачем это все нам было нужно и что это вообще такое? Давайте маленький исторический экскурс. Потом полистаем эту штуку. Я просто хочу вам напомнить. История создания перфторана, которая имеет в нашем с вами случае торговую марку Аквафтерн. Итак, в 1996 году был зарегистрирован препарат, который в медицинской практике применяется как гемотрансфузионное средство. Что это такое? Это заменитель крови. Это так называемая голубая кровь. Но история вообще создания препарата, это буквально начало 70-х годов, когда российское правительство дало задание нескольким лабораториям сделать искусственную кровь. Это была высочайшая потребность, потому что крови не хватает в больницах и до сих пор. То есть принимание крови это большая проблема. Мало того, нужна кровь вообще. Нужна кровь в той самой группе, в того самого резуфактора, в то самое место, в том самом времени. Плюс тогда еще про СПИД не знали, а гепатит уже был. Ну то есть с кровью можно передать какие-либо заболевания, но то есть это всегда большая проблема. И тогда, параллельно с Советским Союзом, над созданием искусственной крови трудилось еще две лаборатории. Одна в США, вторая в Японии. И надо сказать, что японский препарат оказался никуда не годным, несмотря на то, что они в принципе планеты все вроде бы как в технологиях, но в отель препарата как-то вот не получилось с кровью искусственной. США сделали, но тоже что-то недоработали. А мы успели первыми запатентовать этот продукт и первыми его фактически внедрить в производство. И тогда в процессе клинических испытаний, которые проводились еще, повторяю, времена Советского Союза, обнаружилось, что у лаборатории есть целая куча дополнительных побочных эффектов, положительных побочных эффектов. И тогда лично я нашла более тысячи патентов, которые посвящены клиническим эффектам перфторана в разных его проявлениях и в разных его модификациях. И оказалось, что это не просто отредство для переливания крови. Это препарат, который сейчас используют в медицинской практике очень широко. Я это вам рассказываю сейчас, потому что мы с вами владеем вот этим маленьким кусочком, который применяем в косметике. Но вы должны понимать глобальность этого продукта, потому что, еще повторяю, да, мы делаем его у себя. Нашла облегка пилева. Он не стерилен, то есть это не средство для внутривенного введения. Но отличается от того, который вводит внутривенно, он всего лишь одним ингредиентом. Там для стабилизации микроэмульсии используют полиэфильм, а мы используем лецитин. Он просто более гомологичен коже. Вот и все. Все в большое отличие. И почему именно перфтор-соединение, то есть перфтора, вот эта основа, наш перфтор-деколин, стали применять для создания вот этих вот препаратов? Оказалось, что он обладает совершенно аномальной способностью растворять газы. То есть кислород он растворяет до 40 объемных процентов. То есть он, если вы просто выливаете крем, в который есть хотя бы пол процента перфтор-деколина, он начнет жить своей жизнью. Начнет тащить кислород из воздуха, растворять его там, пузыриться, приобретать вид сбитых сливок. И крем будет, мы его почему никогда не фасуем в банке? Потому что он просто живет своей жизнью. Он начинает просто бурить в этой банке, а у вас ощущение, что крем испортился. Поэтому мы стараемся ограничивать контракты его с воздухом. Но это еще не все. На самом деле в основе вообще действия этих препаратов лежит очень главная Нобелевская премия, которая была дана в 1998 году двум американским ученым за открытие очень важного явления в физиологии и медицине. Вот вы думаете, почему кровь в нашем организме распределяется равномерно? Да, сердце работает и качает ее, это очень важно. Но оказалось, что за распределение крови, за тонус сосудов, на всю эту систему влияет один единственный медиатор. Этот медиатор называется оксид азота. Он у нас вырабатывается внутри сосудов. И в зависимости от того, какой тонус сосуда в данном случае будет, кровь будет распределяться. Чтобы вам было понятно, что это такое и как это работает на самом деле, вспомните, как работает нитроглицерин. Таблетка нитроглицерина под язык, выброс оксида азота в корональных сосудах, ваза, расширение сосудов, вазодилентация и возобновление кровообращения. Так работает Виагра, точно так же работает нитроглицерин. И на самом деле так же работает наш аквактил и перфторан. Мы наносим препарат на поверхность кожи. Помимо того, что он насыщен кислородом, он очень быстро попадает внутрь кожи. И что происходит дальше? А дальше происходит буквально следующее. Сначала за счет того, что он принес кислород, мы получили оксигенацию тканей и дополнительное кислородное питание. А дальше включилась следующая система. Заработали сосуды. Сосуды, которые стали расширяться и пропускать кровь. А вы знаете философские законы регенерации, репарации и восстановления. Куда найдет кровь, там будет жизнь. Это главная основа восстановления функций наших тканей, органов и кожи в том числе. Но это тоже еще не все. Оказалось, что этот препарат способен действительно творить чудеса при лечении даже самых разных болезней. Еще повторяю. Мы сейчас с вами работаем, в общем-то, в области косметологии. Но в 2002 году Минздрав издал методические рекомендации, в которых было четко прописано использование перфторана в разных аспектах медицины. Но в частности, одна из моих работ была посвящена лечению андогенов флегмом лица и шеи. И даже есть пару патентов, откуда, собственно, это все стало потом возвращаться в эстетическую медицину. То есть это больные, то есть люди, кто вовремя не вылечил зубы, у кого возникли флегмоны лица в связи с тем, что инфекция попала в мягкие ткани. Для того, чтобы купировать этот процесс, мы просто кололи туда перфторан, вот в эту зону, чтобы убрать вот это острое воспаление. Я просто вам рассказываю, что это действительно запатентованная история, и это можно поменять. У нас в Убивике есть патент лечения парадонтоза препаратами на основе перфторсоединения, то есть в нашем случае это аквафтер. Ну а в случае врача-стоматолога, это еще и шприц с перфтораном. Он просто колет ткани парадонта, препарат для того, чтобы купировать, в общем-то, эту проблему. Ну а мы с вами используем зубную пасту, насыщенную нашим аквафтером, которая, щелков-каляя, прекрасно справляется с парадонтозом. Где еще его применяют? Им лечат угребную сыпь, им лечат псориаз, им лечат плацентарную недостаточность плода, в нем хранят органы для трансплантации. Его применяют в микрохирургии глаза, его используют еще в ситуациях, которые в медицине катастроф. Это при острых кровопотерях, калатозных состояний, шоке, любого генеза. До сих пор институт Клифосовского, это тоже наш с вами пациент Коберника, применяют препарат для лечения термических и химических ожогов. То есть, если вы просто нанесете чистый наш аквафтер на кожу, подвергнутый термическому ожогу или химическому, неважно, вы избавите пациента от каких-либо прочих проблем. Где еще его применяют? Ну, например, я сейчас вспомню. Последний патент, а, им лечат артриты и артрозы. И вот точно так же, как препараты с гиалуроновой кислотой, вкалывают внутрь суставов для того, чтобы ликвидировать все проблемы. В нашем случае мы просто можем наносить наши препараты, насыщенные наши даже ликитарные кислороды и прочее, на больные виста, суставы и прочее. Мы не можем, не имеем права писать ничего подобного на этикетках, потому что мы сразу попадаем под эгиду. То есть это препараты не медицинские, это не косметик, это уже фармация. И тогда нас с вами отправят уже регистрировать средства, как изделие медицинского назначения, а это уже не наша с вами история. Мы все же занимаемся обычной косметологией, ну, в смысле, уходными процессами. Но вы должны помнить совершенно четко, что первое в том соединении, в том числе Аквафте, это не просто косметическая история, это глубокая медицинская история, которая на самом деле подтверждена многократными клиническими испытаниями. Поэтому мы с вами, возможно, что-то недоговариваем нашим клиентам, нашим потребителям про наш кислород, потому что нужно четко совершенно понимать, что нам действительно досталось абсолютное сокровище в виде Аквафтема, про которое мы немножко забываем. Дальше. Я лично перфтораном лечу больных, точнее, пациентов с рубцовой аллопецией или с диффузным выпадением волос. Достаточно сделать несколько нервов, сейчас две-три процедуры волосы отрастают и прекращается вообще любая проблема. Это я к тому, что вам нужно не забывать, что препараты на основе Аквафтема можно прекрасно, даже тот же бальзам, втерять иногда в кожу головы, стимулируя рост хороз. И еще я повторяю, что происходит вообще изначально. Если он занимает болевой синдром, кстати, по десятибалльной шкале, 7 баллов. Это очень много. Поэтому еще повторяю, это действительно глубоко всесторонне изученный препарат, который мы действительно применяем. Самая максимальная концентрация находится в кислородном бальзаме. Поэтому не забывайте про него. И когда вы начинаете общаться с вашими клиентами, потенциальными клиентами и так далее, это то, с чего вы должны вообще начинать с историей. Потому что слушать вас долго никто не будет. Вам важно вспомнить несколько вещей. Нобелевская премия, неважно про что, она восстанавливает. Нобелевская премия, посвященная восстановлению, да, виброциркуляции. А вы знаете, как работает Виага? Я думаю, что, наверное, не все знают, но... Оксид азота? Да. Тот же оксид азота. Но резко при приеме препарата возникает в азотеатация, но в периферических частях организма, нос краснее, кстати, тоже. То есть расширение сосудов и наполнение кровью. То есть еще раз говорю, что точно так же работает вертарат, наш аквафтен. Дело в том, что лицо – это тончайшие сосуды. Они настолько маленькие и тоненькие, что не всегда даже элитроцит с кислородом может пролезть во все ваши дания, точки вашего лица. А нам надо, чтобы он пролез. Нам нужно, чтобы был кислород. И самое главное, чтобы он дошел до той стадии, до того места, где есть базальная либрана. Сейчас мы будем рисовать с вами картинки дальше. И вообще, зачем мы можем кислород? Вот она наша кожа. Помните, как она устроена или забыли? Помните, да? Вот эта волнистая линия – это базальная либрана. Вот здесь – это все эпидермис. Самый верхний слой кожи. Вот здесь идут клетки, которые постоянно делятся. И дальше эта клетка, разделившись, начинает двигаться к поверхности кожи. Она проживает фактический путь бабочки-однодневки, которая, родившись однажды, уже больше не превратится обратно в куколку. Клетка делится один раз, отправляясь на поверхность кожи. Этот путь она проделывает за 30 дней в среднем. И дальше она покинет нашу кожу естественным путем. Вот пока этот процесс обновления кожи идет очень активно, это пока вы молоды, это хорошо. Но для того, чтобы процесс этот шел, нужно вот здесь вот уже у нас лежат те самые красивые светящиеся клетки фибробласты. И здесь вот коллаген, который как столбы поддерживает нашу кожу. А вот здесь вот гиалуроновая кислота, которая матрасик, на котором все это держится. Это пружины, условно говоря, коллаген, а это водный матрасик. И для того, чтобы вот эти вот клетки делились активно, и для того, чтобы кожа обновлялась интенсивно, нам нужна энергия. И вообще мы с вами дышим постоянно, нам нужна энергия. Так вот, энергию мы получаем исключительно с использованием кислорода. Другого варианта нет. Кислород должен попасть не просто в кожу, он должен попасть внутрь клетки. Не просто внутрь клетки, а попасть в определенное место, которое называется ужасное страшное слово, митохондрия. Запишу. Митохондрия. И фактически это самое митохондрия, это маленькая электростанция, которая продуцирует постоянную энергию. На фотографиях похоже на туфельку. Кстати, из курса занимательной биологии, чтобы вы запомнили, что такое митохондрия. Не важно, какого вы пола, мальчик вы или девочка, и ваши дети тоже, митохондрия – это только женская часть генов. Там нет мужских генов. Эта мать природа отдалила нас энергией. И там только женское начало. Поэтому я думаю, что теперь вы точно, девушки, запомнили, что такое митохондрия. Это та самая часть женской энергии, которая дальше несет все красивое, доброе, вообще в окружающий мир. Митохондрия – это только женская х-хромосома. Там нет другой. Поэтому сам мы отдаем мне органелла, которая производит энергию. И если кислорода будет не хватать, то из одной молекулы глюкозы, это самый легкий субстат для образования энергии, если не будет кислорода, будет всего 4 энергетические молекулы. Они называются АТФ. А если кислорода будет много, то этих молекул будет 20. Поэтому мы с вами с помощью кислорода, в общем-то, насыщаем эти ткани энергией. И тогда клетки начинают активным образом размножаться. И фактически эта тусклая лампочка, 40-ваттная, начинает светиться ярким светом 100-ваттной, освещая не просто окружающий мир, но и сопровождая это все активной жизненной энергией. Поэтому мы просто с вами кислородом и просто мы дышим. Это энергия нашего организма, которая превозносит фактически все остальное, то есть дает возможность вашим приятным коже жить. Поэтому кислородная косметика – это прежде всего энергия. И в сущности, зачем мы уже напихиваем этот наш кислородный комплекс с другими ингредиентами, зачем мы, собственно, пытаемся создавать какие-то новые кислородные комплексы каждый раз. Ну, наверное, это просто наша попытка сделать их еще более энергоемкими. Но об этом мы поговорим с вами уже давайте после перерыва.